У владимирцев появилась уникальная возможность увидеть оригинальные оттиски с работ Сальвадора Дали, Рене Магрида, Василия Кандинского и других художников, сто лет назад перевернувших представления об искусстве. В центре ИЗО открылась выставка литографии мастеров авангарда 20 века. В истории вопроса разбирался Илья Ловов. Авангард в начале 20 века объединил передовых художников, которые смогли сломать оковы традиции и практически не знали слова «невозможно». Они раз и навсегда отстояли право писать так, как видят, невзирая на устои и правила. Выставка показывает, как авангард отозвался в каждой стране – Франции, Испании, Германии или России – на примере самых ярких представителей. Смелая работа с объемом и цветом в работах Виктора Вазарелли на шелке или интересные символы Герберта Фербера из серии «Папка мира». Абстрактная графика Василия Кандинского и, конечно, легендарный Рене Магрид и Сальвадор Дали с их сюрреалистическим взглядом на действительность. Можно перечислять бесконечно, но их всех объединяет одно – это желание, наверное, порвать с таким традиционным искусством поиск собственных художественных средств выражения, которые в первую очередь показывают их индивидуальность, и, наверное, поиск новых средств общения со зрителем. Появились новые краски, новые инструменты, да и сам подход к искусству у авангардистов изменился в корне. Художник перестал быть просто глазом, фиксирующим реальность, но стал творцом собственного мира. Они начали использовать то, что не использовалось до этого в принципе. Они начали, допустим, какая-то абстракция начала использовать чуть ли там не зубные щетки, чтобы на полотно свои эмоции вынести, чтобы показать их. Они начали какие-то делать чуть ли не бессознательные движения кистями. Они начали использовать на полотне вот фактически все, что они захотят. 20-й век – революционный во многих смыслах. Люди стали свободнее и раскрепощеннее. И неспроста именно в это время появляется такое беспрецедентное явление, как авангард. Перестраивается мировоззрение человека. Человек начинает думать, мыслить по-другому, потому что приходит научно-технический прогресс. Потому что человеку не нужно делать то, что он делал руками веками. Перестраивается его образ мысли. Меняется мир, меняется движение вокруг. Появляется психология, появляется фрейдизм. Меняется человек в принципе и, соответственно, меняется его искусство. Этот проект уже проехал полстраны. И в каждом городе его принимают по-разному. Владимирцы ему рады. Ведь у нас увидеть что-то такое шансы появляются нечасто. Что-то увидеть, что-то новое, новых авторов, новые картины, необычные направления. Современное искусство, авангард. Вообще супер редко на самом деле. Очень-очень редко что-то завозят. Это же Владимир. Тут никому это не интересно. Организаторы уверены. Даже если кто-то умудрится углядеть в этих работах нечто оскорбительное, как это было с железным ангелом рязанских творюков, которого чиновники от культуры буквально выселили подальше от центра ИЗО, то их проекту это только на руку. В конце концов, авангардное искусство изначально было провокационным. Конечно, дополнительный пиар, который нам вообще никак не оплачивается. Это замечательно. Мы этому были очень рады в связи с творюками. Мы отстояли свою точку зрения и показали тоже, что не все лыком шиты, так скажем. Сейчас эта выставка, если бы вызвала такой же резонанс, мы были бы только рады. Все, кто хочет приобщиться к истокам современного искусства, ждут в областном центре ИЗО до 17 февраля.